Девочка из Барнаула 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 что это будет хорошо, поэтому люди у нас платят. Мастера обещают сдать объект стоимостью около 2 миллионов рублей раньше намеченного срока, к началу ноября. Сразу же после сюда можно смело будет водить экскурсии, как правильно распоряжаться общими средствами, чтобы жить в экономном доме. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. Юная жительница Барнаула представит Россию на детском Евровидении. Международный песенный конкурс, в котором примут участие исполнители из 13 стран, пройдет в конце ноября в Минске. В этом году в состав жюри престижного творческого состязания вошли Николай Басков, Сергей Лазарев, Олег Газманов и другие именитые артисты. Наша землячка, 13-летняя Аня Филипчук выступит с песней «Непобедимые». Просто слушай сердце, просто будь собой. Это наше время, с нами непобедимы. Заниматься вокалом девочка начала с двух лет. Таня Филипчук – выпускница шоу-театра «Песни Каприз». Сейчас учится в Барнаульской музыкальной школе номер 2 на отделении «Эстрадный вокал» и является воспитанницей Академии популярной музыки Игоря Крутого. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компании «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края переменная облачность, возможны дожди. 11 выше нуля в Рубцовске и Зменогорске, 13 в Бийске. В Барнауле возможен дождь, юго-западный пары ветер и до 14 выше нуля. Напоминаю, телефон редакции Барнауле 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok